Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Обычно, когда мы вяжем изнаночное полотно со сменой цвета, у нас получается при смене цвета вот такие вот рисочки. Темное на светлом, светлое на темном. К ним все привыкли, относятся к этому так, как будто бы по-другому не сделать, но сейчас я вам покажу, как сделать четкую границу при смене цвета на изнаночной стороне. Потому что по лицу все отлично, по изнанке никак. Если у вас есть немножко времени и много желания, вы можете избежать таких стандартных приемов и сделать так, чтобы по изнанке ваши полоски не имели рисочек. Если нет второй фонтуры, можно делать пересадки, снимая полотно с разворотом. Это дольше, но опять же, если у вас есть желание, вы справитесь с такой работой. Итак, у меня провязано 9 рядов, полоски 10х10. И сейчас я меняю плечо на двухфонтурное. Поднимаю игольницу. И переношу петли с основной иголицы на переднюю. Крайние петли я всегда переношу коромыслом, потому что тяжело убирать многоигольным декером. Все остальные можно переносить трехугольным, пяти, шести и так далее. Максимальный декер, который продается для таких машин, 10 игол. Можете взять его и переносить. Перенесли все петли на переднюю игольницу. Провязываем один ряд на переднюю игольницу. Таким образом мы получили на изнаночном полотне один ряд лицевыми петлями. Меняю цвет на темный. Провязываю один ряд на переднюю игольницу. И пересаживаю петли обратно на основную фонтуру. Таким же способом. Да, это занимает какое-то время. Но зато полотно лишено этих ненужных и совершенно не симпатичных рисочек, которые частенько портят нам внешний вид нашего изделия. Перенесли петли. Меняем плечо. Опускаем игольницу. Вставляем в однофонтурное плечо нить второго цвета. И продолжаем. И продолжаем вязать полосы. И продолжаем вязать в таком формате. И тогда у нас на изнаночном полотне будут отсутствовать протяжки. Подобную технологию я показывала при вязании шапочки с полосками. Видите, у нас переход изнанки и лица не имеет рисочек. Чего никто, по-моему, не делал. Я, по крайней мере, такого не видела. Но мне кажется, в подобном варианте изнаночные полоски на лицевой глади выглядят более аккуратно. В итоге у нас получается вот такое изнаночное полотно без всяких рисочек. Сравните. Лежат два полотна. Переход абсолютно четкий. Да, есть разница в лицевой стороне. Потому что мы эти рисочки убрали на лицо. Но при этом наша лицевая сторона получилась достаточно интересной, фактурной. И, может быть, кто-то будет использовать этот вариант для оформления лицевых полос. Очень интересно. Если вам понравилось это видео, если оно было вам полезным, нажмите «Нравится». Поделитесь с друзьями. Подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Мы обязательно приходите на наши вязальные посиделки по вторникам и четвергам. И ждем вас в нашей школе машинного вязания. Где мы обучаемся стремительному освоению абсолютно любой вязальной машине нуля. Ваша Наталья Некрасова